всем привет как всегда благодарю тех из вас кто пишет комментарии под моими замечательными умопомрачительными монологами благодарю всех тех кто материально поддерживает канал канал это очень приятно и меня радует каждый раз особенно не поверите комментарии это очень здорово что мы с вами общаемся нет ничего важнее человеческого общения это правда ну а сейчас я хочу вспомнить что же я хочу вспомнить забыл что я хочу вспомнить 90-е годы я хочу вспомнить и 2000-е годы я хочу вспомнить в основном 2000-е и вот в эти самые 2000-е годы в начале точнее в первой половине 2000-х я и мои друзья меломаны которых бесчисленное количество все как один сходили с ума по шведской группе которую я сейчас покажу группа называется анекдотон вот эта пластиночка это четвертый альбом анекдотом под названием gravity 2003 год вот такие суровые шведские мужчины и женщина как-то мы так полюбили эту группу тогда винила анекдотом было мало а компакты неожиданно появились у нас кто-то привозил кто-то покупал пиратские пиратские пошли какие-то пираты расчухали что это очень хорошая группа стали их издавать и мы все подсели на эту команду просто с огромным восторгом слушали каждую пластинку и мне казалось что это какие-то ну всегда когда слушаешь хорошую музыку хорошо записанную пластинку кажется что ему это какие-то такие солидные обеспеченные люди они обеспечены и действительно все в порядке один из моих друзей детства меломан один из самых наверное серьезных коллекционеров в нашем городе по кличке пиночет игорь покровский он настоящий коллекционер большой но из тех у которого там 15 15 у которого 25 белых альбомов на полке стоят там 30 дак сайтов дэмунов и прочее 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 я не говорю о коробках с джазом о коробках там с демократами коробках японской какой-то там продукции в смысле группы японские не 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 изданные в японии пластинки которые мне лично нафиг даром не нужны но насчет даром я собрал конечно нужны и за деньги нужны но так чтобы фанатеть на японских прессах это не никогда в жизни очень много экзотики много хороших пластинок и он очень часто ездил в швецию на рынок пласти ночные там случались периодически какие-то такие большие аукционы пластиночные и в общем насколько я понял в швеции это была такая международная история там со всего мира слетались меломаны винильщики коллекционеры и такая была тусовка огромная просить за это слово не люблю слово тусовка и он стал частым гостем в швеции именно в стокгольме и однажды зашел в какой-то музыкальный магазин который торгует винилом и присмотрелся говорит к человеку который за кассой сидит человеку который за прилавком оказывает услуги кстати рассказывая покупателям что есть что такой консультант и понял что эта группа анекдотен они все оказывается работают в музыкальном магазине торгуют винилом и это их как бы такой постоянный доход при этом все крупные фестивали условно говоря прогрессивного рока все крупные события музыкальной жизни швеции и европы всей и группа такая востребованная топовая известная даже в россии вот действительно очень мощная группа но я не был удивлен потому что я к тому времени уже работал на радиорокс и в силу своей деятельности встречался с очень многими музыкантами и с яном андерсоном там и с манжердом мэном и с пати смит и с кем угодно с кем с кем-то только это не встречался дифтонцы лайбах почему очень много было интервью и я уже знал что большинство музыкантов нынче работают на работах подавляющее большинство а музыка это как бы не то чтобы хобби это вторая работа это вторая работа это туры записи альбомов и клубные какие-то концерты это вторая работа но помимо этого есть еще одна работа в основном люди записывают музыку для сочинять музыку для кино для рекламы дают уроки гитарного и другого мастерства но темнее все работает вот анекдотом работали в виниловом магазине чем не стали блин блин ближе еще в десять раз я сам винильщик да и люблю музыку анекдотом и они тоже винильщики они продают пластинки я не знаю как сейчас разговор этот у нас был году наверно в 2005 примерно я думаю что наверно что-то изменилось с тех пор у группы но тем не менее анекдотом четвертый альбом под названием гравити сразу скажу что музыка завораживающая она завораживающая и она вот трудно не говорить потому что сразу масса определений в голове масса терминов масса вот эти вот критических статей которые я читал про анекдотом тоже все пишутся это прогрессивный рок прогрессивный рок прогрессивный рок и тошнит уже от этого прогрессивный рок ну что такое что такое прогрессивный рок скажите мне пожалуйста что это такое это просто сложно сочиненный сложно исполненный тот же самый рок Вот и всё! И давайте вот не выймем с элементами классики, там с элементами джаза. Ну а это всё это такая простая болтовня, на самом деле, с элементами, не с элементами. С какими элементами? Какие элементы классики? Ну не знаю! Играют люди музыку. Играют люди музыку! И всё! Играют так, как умеют так как хотят так как им нравится но сразу скажу что и все же мы мы оцениваем на уровне сравнений других способов у нас не существует вообще у человека то есть только с чем-то можно сравнивать и говорить это вот похоже на то похоже не похоже на то в принципе звук и подача и для этих не знает и подача и общая такая плотность общая палитра звуковая это смотрите первый альбом king crimson причем именно первый не 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 дальше вот там где начинается джаз где начинается авангард это уже не смотрите смотрите первый альбом king crimson вычлените оттуда акустические пассажи акустические пассажи не не классическую игру там лейка на гитаре до акустические пассажи авангардные безумные джазовые фрипа и получите при саксофон яростный дикий тоже убить убираем и получаем примерно похожую палитру на анекдотом очень мелодичная музыка очень такая ранний king crimson of sky но гораздо мощнее всего того что это все таки уже третье тысячелетие инструменты другие студии другие и подход к музыке другой и ощущение мира другое и конечно это все плотнее агрессивнее но в то же время это все мягко это это не 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 давит и не душит это очень мелодичная музыка и она чудо как хороша хочешь я могу сказать никакого намека на авангард здесь никакого намека на какие-то фриджазовые штуки которые были там у king crimson свое время да в изрядном количестве очень доступно очень доходчиво при этом та самая любимая многими сложность прогрессивность и ум и тонкость и композиторский талант аранжировки блестящие и это совсем не похоже на такие громоподобные группы как пендрагон например как арена такие вот пафосные стадионные удушающие своим просто вот этим своей мощью и своим псевдо симфонизмом здесь этого нет здесь нормальная группа похожая на по музыке на начало king crimson которые не были стадионной группой а были группы клубной вообще-то на самом деле монолит первая вещь мелотроны гитары пульсация и очень хорошая медленная вокальная мелодия на фоне пульсирующего такого грува общего несущегося вперед с мелатронной подкладкой очень просто просто дыхание 60-х дыхание 70-х и темп двухтысячных все это вместе так это так здорово и мелодично и очень тонко четко здорово спета мелодии вокальные очень интересные потому что в принципе музыка быстрая мелодии плавные и исполнение так вот нет нет медленная медленный голос на быстрой музыке скажем так анекдотом очень красиво все рикошет одна из наверное на мой взгляд лучших песен на этом альбоме начинается просто залива мелатронного сразу такой на нас такой наваливается вот этот божественный звук из оттуда из 60-х перенесенный вот в наше время уже с другим звучанием человек с другими немножко обертонами все это так а и начинается барабанная пульсация вас все подключается гитара жесткая тяжелая но здесь нет развернутых гитарных соло нигде таких вот чтобы вот этого всего вот этого то что называется прогрессив фрок там дринцы это ничего даже близко вот этого вот этой вот этого шума нет здесь чистая чистая музыка очень красивая и очень интересные гармонические переходы в рикошете на вокальной линии просто это так так это здорово но здесь гармонические переходы а сверху вокальная линия до чтобы правильно выражаться и так она совмещается чудесно просто это большая музыка такая большая с большой буквы the war is over выключается раздвигается вся плотность все становится прозрачным акустическая гитара мелатрон и куча клавиш всяких разных аналоговых никуда не девается все остается но все прозрачно тонко с акустикой с чудесным вокалом но не фолк никакой никакого никакой деревенщины здесь близко нет это индустриальная северная суровая серьезная лирика вот дешево бандит но дай последняя песня на первой стороне вытекает из the war is over только появляется вместо акустической гитары электрическая и такая трансовая вещь трансовая многие сравнивают с pink floyd эту штуку я бы не стал сравнивать потому что это мне в 10 раз больше нравится чем любой альбом pink floyd кроме первого я сразу скажу гораздо гораздо глубже как за мелодичней гораздо ну вот я там скажу вот я там ругаю опять там обосрал pink floyd да не да ничего подобного ничего подобного просто музыка очень богатая здесь именно музыкально она очень богатая с большой фантазией из с хорошим знанием музыки собственно говоря чего у в ряда артистов не было никогда в жизни самоучек да есть самоучки гениальные как ян андерсон из джет ротала есть самоучки-самоучки который в своем узком сегменте работают очень здорово очень круто но сегмент узкий все равно никуда не денешься но очень классно например джимми хендрикс например pink floyd две большие разницы кому кому что нравится но неважно sw4 на первой на второй стороне открывашка разворачивается в такую штуку которую называют шугейс во второй части полотна начинается такой вот этот самый шугейс неожиданный из из прогрессив рока вдруг уходим в такое в такой dream шугейс железо шелестит мелатрон играет гитары издает невероятные звуки и все это такой вот такой туман туман музыкальные очень мелодичные очень красивый красивый серый шведский туман над морем ну гравити заглавная пьеса грандиозное полотно которое можно спокойно назвать прогрессив роком со сложной меняющейся гармонии со сменами ритма темпа много всего но все внятно медленно без суеты очень красиво и очень 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 крепко мелодично и крепко любой альбом анекдотом любой альбом когда попадется прямо берите получите невероятное удовольствие невероятное это очень красиво пойду пить за это и послушаю еще раз гравити пока